Добрый вечер! На что идти учиться? Вот буквально только что в коридоре опять встретил слушателя, и он как раз этим вопросом тоже интересовался. То есть тема актуальная, тема возникает еще чуть ли не на каждом занятии. Она очень провокационная. Я долго думал вообще делать эту презентацию, не делать, потому что много возникает споров, ломают копья, дискутируют, что лучше. Microsoft, VMware. Но тем не менее я попробую все-таки свою точку зрения донести. Я ни в коем случае не претендую, сразу говорю на то, что мое видение истинное и правильное. Я постараюсь как можно больше привести цифр, чтобы вы могли сами делать выводы для себя. Попробую некоторые свои мысли тоже донести. Настаивать ни на чем не буду, естественно. В любом случае, каждая компания, руководство, IT-подразделение принимает решения самостоятельно, какая технология будет для вас все-таки лучше. Опять же, вступать в дискуссии, наверное, можно, но, как практика показывает, Holy Wars, они ничем не заканчиваются, они бесконечны. И здесь, наверное, то же самое. Это как и Intel против AMD. Но сейчас AMD, конечно, сдулся, но была известная такая тоже эпопея. Значит, о чем мы поговорим? Какие будут у нас с вами темки, какие части? Ну, первое – это масштабируемость, высокая доступность, управление, особенности лицензирования, стоимость решения и сложность выбора, то есть мои размышления на эту тему как итог. Попробуем обо всем по этому поговорить. Значит, я за основу взял, естественно, ну и так получилось, что когда я задумал этот семинарчик, и Microsoft тут выпустил новую свою линейку серверов 2016 с новым гипервизором, и в амваре, что называется, подсуетилась, и вышла новая, опять же, новый продукт 6.5 гипервизор. Там тоже новые висфея появились возможности. И, естественно, я буду сравнивать именно эти два продукта, потому что, я думаю, ну, те, которые уже были на рынке несколько лет, о них много известно. Значит, некоторые цифры, которые, ну, я хотел бы до вас донести. Вот, здесь я, исходя из того, что, ну, мое видение такое, с учетом, сразу говорю, с учетом того, что сейчас у нас непростая ситуация на рынке, ну, все не мне вам говорить, все и так знаете, что у нас с курсом доллара, соответственно. Вот, и поэтому я, ну, позволил себе рассмотреть еще и бесплатный гипервизор. У некоторых, опять же, вот по общению со своими слушателями, я знаю, что есть и бесплатные гипервизоры в эксплуатации. Вот, что Microsoft, что в амваре. Поэтому я также их здесь использую и упоминаю о них. Вот, обращаю внимание на то, что у в амваре я выделил два столбца. Это гипервизор бесплатный, гипервизор коммерчески платный, у Microsoft только один столбец. Но причина очень простая. У Microsoft абсолютно все возможности гипервизора, они одинаковые, что в бесплатных, что в платных версиях. Разницы нет вообще ни в чем. Вы можете свободно их использовать. Поэтому здесь только один столбец. И, собственно, на что сразу хочу обратить внимание, конечно, на то, какие объемы серверов по памяти Microsoft может поддерживать. Цифры, конечно, астрономические. Ну, можно над ними иронизировать. Навряд ли. Ну, я в своей практике такого не видел. Я не знаю, сможете ли вы увидеть на практике такие цифры. Но эти цифры очень любят использовать, когда пишут различные презентации, пытаются донести до руководства какие-то плюсы в ту или иную сторону, как аргумент, опять же, в сторону какого-то продукта. Всякие там менеджеры по продажам, что у нас вот такая вот масштабируемость шикарная и так далее. Так вот, 16-й сервер может работать на сервере, где установлено до 24 терабайт оперативной памяти. У VMware эта цифра в два раза меньше. Но по процессорам у них больше. Но, опять же, процессоров, ну, что у Microsoft, что у VMware, конечно, это просто феноменальные значения огромные. По поводу виртуальных процессоров, WCPU, это то, что вы виртуальной машиной предоставляете. Здесь, конечно, у VMware цифры больше. У Microsoft, кстати, как и в предыдущем редакции сервера, было 2048, так и осталось. Количество виртуальных машин осталось без изменений. Теперь у Microsoft есть то, что раньше было в VMware, это поддержка вложенной виртуализации. Но с оговоркой ограниченное количество поддерживаемых операционных систем поддерживается в NEST, то есть вложенной виртуализации. Работа с памятью, известные технологии, здесь они одинаковые абсолютно. Использование технологии до дубликации памяти. Вот Memory Page Sharing есть у, соответственно, VMware, Microsoft ее никогда и не было. Ну, тут тоже много дискуссий на эту тему уходит. При том, ну, опять же, это в основном, конечно, по обсуждениям, которые идут за рубежом. Потому что для нашей страны те аргументы, которые они там приводят, они, к сожалению, для нас печально, они не актуальны. Для них стоимость памяти, она, ну, близка к нулю, потому что для них те деньги, которые, там, планка памяти стоит в сервер, ну, вы видите, какие цифры, им гораздо проще и дешевле ее добавить, чем заниматься какими-то вопросами до дубликации. Они, собственно, на этих позициях стоят. Поддержка больших страниц памяти, ну, здесь все абсолютно одинаковое. Что касается виртуальных машин, здесь тоже много изменений. Тут Microsoft опять вырывается вперед. Но, опять же, я справедливости ради замечу, наверное, что эти цифры, скорее, ну, может быть, на текущий этап, скорее, больше теоретически. Потому что 240 виртуальных процессоров для виртуальной машины – это очень много. Обращаю внимание на то, что у гипервизора бесплатного есть ограничения на 8 процессоров. Еще раз подчеркиваю, это в виртуальных процессорах, то есть вы можете такое количество давать виртуальной машине. Если мы говорим о обычной лицензии коммерческой, то там 128 процессоров. Он, собственно, как и было в предыдущей версии. Объем памяти увеличился. Раньше было меньше, до 4 терабайт, сейчас 6 терабайт в виртуальной машине можно память. У Microsoft опять для виртуальной машины второго поколения 12 уже терабайт. Соответственно, жесткие диски здесь без изменений все. Как и было раньше, так и осталось сейчас. 64 терабайта у Microsoft и 62 терабайта у VMware. По поводу жестких дисков у Microsoft всегда их было больше. 256. У VMware, как было и в предыдущих версиях, по 60. Но опять же, эти цифры, я думаю, при учете значений 60 умножить на хотя бы даже те же 62 терабайта – это колоссальный объем информации. Количество контроллеров, дисков и DE, соответственно, одинаковое здесь. По сетевым интерфейсам у Microsoft чуть-чуть больше, но здесь надо справедливости ради отметить следующее, что речь идет о том, что у Microsoft можно добавить 12 интерфейсов в сочетании 8 интерфейсов классических. То есть это интерфейсы высокоскоростные и 4 интерфейса так называемой Legacy. То есть устаревшие и так далее. То есть это 12 интерфейсов в сочетании 8 плюс 4. В VMware это 10 интерфейсов любого варианта. То есть не более 10. В 16 сервере появилось горячее добавление, ну кто-то может сказать, наконец-то горячее добавление сетевых интерфейсов. Дисков было и раньше, памяти, но в VMware все равно есть плюс, можно на горячее добавлять процессоры. Эта технология появилась не в 6.5, она была и раньше. По сравнению с Microsoft здесь все равно как бы получше. В 6.5 появилось шифрование виртуальных машин. Ну, собственно, оно и есть в 16 сервере. Для тех, у кого большая инфраструктура, для тех, у кого возможно предоставление услуги по облачным технологиям, вычислениям на сторону кому-то третьим лицам, может быть как раз интересно то, что есть теперь возможность шифровать виртуальную машину, то есть сделать ее недоступной для админа по виртуализации. Чтобы администратор по виртуализации, ну, что называется, не злоупотреблял своими возможностями. Что касается высокой доступности. Здесь сразу хочу отметить следующий момент. На бесплатной версии гипервизора никакого кластера построить вы не сможете. Речь идет о бесплатной версии гипервизора в МВА. На бесплатной версии гипервизора Microsoft никаких ограничений и проблем нет. Вы можете взять эту машину, добавить ее в домен, создать из нее кластер. Причем кластер, вот все те характеристики, которые здесь показаны, они будут справедливы, и вы можете их использовать. Построить кластер можно только на коммерческих лицензиях. Причем количество узлов в кластере, оно, естественно, ограничено вашей лицензией. Ну, я чуть позже потом покажу. Есть у МВА лицензия, так называемая Essentials, которая позиционируется на маленькие компании. Там просто искусственное ограничение количества узлов существует, поэтому 64 вы там по-любому не достигнете. Также хочу обратить внимание на тот момент, что создание кластера в МВА возможно только при наличии ВИЦентра. А я специально здесь пометочку такую сделал, только ВИЦентр. У Майкрософта кластер можно сделать без какого-либо дополнительного инструмента по управлению. У Майкрософта есть инструмент управления виртуальной инфраструктурой, называется System Center Virtual Machine Manager. Он точно так же, как и ВИЦентр, выполняет схожие функции. Но кластер можно построить и без него. Другое дело, насколько это будет удобно в управлении. Понятно, что если это два узла или три, то в принципе, наверное, не страшно. Но если у вас узлов уже будет не один десяток, то, наверное, будет очень сложно управлять такой инфраструктурой. И в любом случае вы будете уже тяготеть к какому-то инструменту по централизованному администрированию. То есть у Майкрософта, если подойти с точки зрения небольшой компании, с небольшим количеством серверов, и здесь вот очень важный момент, то, что их немного, этих серверов, при текущих ситуациях с оборудованием, это не значит, что если у вас всего три сервера, это очень маленькая организация и мало виртуальных машин можно там сконфигурировать. При тех характеристиках серверов, которые есть сейчас, я вернусь даже назад, ну, опять же, не мне вам говорить, компания Intel не стоит на месте. Количество ядер в процессорах, оно только растет. И 12, и 20, и 16 ядер. Где-то там у них сэмплы уже есть инженерные 32 ядра в процессоре. То есть таких два процессора в сервере, в стандартном, и у вас уже, с учетом того, что там может быть и 2, и 3, и 4 терабайта памяти, ну, собственно, вы только ограничены вашим хранилищем, по большому счету. Поэтому количество виртуальных машин у вас может быть очень большое, даже при том, что у вас узлов всего три. То есть количество узлов здесь одинаковое, количество виртуальных машин в кластере абсолютно одинаковое, ну, и базовые возможности, они есть, ну, практически те же самые. Единственное, чего нет у Microsoft, ну, и пока, по крайней мере, они это не планируют, это fall tolerance. То есть они пытаются защищать виртуальные машины, а точнее сервисы, которые там работают, ну, немножко другими технологиями, немножко другими средствами, предлагая это на уровне сервисов, ну, собственно, как это делается в Exchange, как это делается в файловом сервере, там, scale-out file server, ну, и так далее, в SQL сервере, вот, для критически важных машин. Что касается управления, ну, здесь, опять же, все очень просто, и у того, и у того вендора есть инструменты по централизованному управлению. Бесплатный гипервизор вы не можете сконфигурировать для управления, вы можете управлять только коммерческими версиями. У Microsoft можно управлять как платными, так и бесплатными версиями. Ну, я специально, опять же, свел, все базовые возможности, которые, ну, необходимы для в среднем компании, они поддерживаются и у этого производителя, и у этого производителя. И шаблоны есть, и Storage Migration, ну, соответственно, там, Storage V-Motion, как это называется в ВМВаре, вот, Live Migration в Microsoft, все это есть. Снапшоты поддерживаются, там, 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 и так далее. То есть, ну, абсолютно все есть. Обновление, возможно, интеграция с Active Directory. Другое дело, что для ВМВаре это не критично, оно может и не быть необходимой. Вот, для Microsoft это, конечно, большой плюс. Power Management, то есть, все это поддерживается. Вот, теперь немножечко по лицензированию, что, собственно, наверное, оно одно из самых таких важных моментов, потому что, к сожалению, погрузившись в лицензирование, поняв, сколько что стоит, многие начинают сильно задумываться на тему того, а все-таки какой продукт выбирать. Потому что, ну, простое сравнение характеристик, тестирование в лабораторной среде на основе, там, триальных версий, оно, конечно, ну, опять же, вот, если мы поговорим про ВМВаре, про Microsoft, потому что это, ну, абсолютно не стоит говорить даже, потому что там, что бесплатные, что, как я уже говорил, что платные версии, они абсолютно одинаковы функционально. Если вы скачиваете ВМВаре и пытаетесь поставить продукт ВМВаре, то вам дается триальный период на 60 дней, и в этом варианте продукт работает в лицензии Enterprise Plus. Вообще, лицензирование ВМВаре, оно, ну, может быть, для кого-то, кто это первый раз видит, немножко специфическое такое, нельзя сказать странное, но они это считают правильным подходом. Они предлагают в рамках своего продукта, продукт у них один, ESXi сервер, там нет ESXi стандарта, ESXi Enterprise Plus, там просто ESXi сервер. В зависимости от того, какую лицензию вы покупаете, в рамках этого продукта разблокируется соответствующий функционал. И ВМВаре считает, что если вам не нужны какие-то опции, ну, к примеру, вам не нужен Storage DRS, вам не нужны распределенные коммутаторы, допустим, как вариант, они говорят, покупайте стандартную лицензию, она существенно дешевле, ну, я потом цены покажу, и вам, соответственно, не зачем платить за лишний и нужный для вас функционал, которым вы все равно не планируете в будущем пользоваться. В ВМВаре на текущий момент существует для основных, как бы, своих продуктов стандартный Enterprise Plus лицензия, есть отдельная редакция с Operation Manager. Operation, соответственно, позволяет вам мониторить вашу систему, инфраструктуру, ну, по аналогии с Operation Management у Microsoft, то есть это теперь отдельный просто продукт идет, он, естественно, чуть-чуть подороже, но дополнительно появляются возможности по мониторингу. Если кто работал с ВМВаре достаточно давно, знает, что была еще лицензия Enterprise, но теперь она, ну, собственно, уже отсутствует. Есть только стандарт, есть Enterprise Plus сразу. Ну, есть Enterprise Plus с Operation Manager. А при этом я также обращаю внимание, что есть некоторые отличия по поводу fault tolerance. Здесь вот есть, помимо того, что функционала очень много недоступно в обычной лицензии. Ну, тот же самый, там, варианты ReadCash, ну, опять же, если это вам нужно. Для того, чтобы предложить на рынке продукты, более конкурентоспособные во всех сегментах, то есть это в малом бизнесе, в среднем бизнесе и в топовом, то, что мы посмотрели, это, конечно, для крупных организаций, особенно лицензии Enterprise Plus. Вот Microsoft предлагает так называемый бандл пакеты. Это Essentials продукт. Он ограничен количеством серверов. Если классическая лицензия, она подразумевается по каждому процессору, то есть вот этого, они лицензируются строго по процессорам. Сколько у вас процессоров в серверах, суммарно, всех вместе взятых, столько вы лицензии должны покупить соответствующего вида. Либо этого, либо этого. Если мы говорим о Essentials, то у нас в любом случае не более шести процессоров и не более трех серверов. То есть это классическая ситуация. Три сервера по два процессора в каждом сервере. В январе не перешла пока на лицензирование по ядрам, в отличие от Microsoft, пока она лицензирует строго по посадочному месту, по сокету. Значит, у нас с вами есть Essentials. Essentials Kit подразумевает два варианта. Это просто Essentials и Essentials Plus. Если мы говорим об Essentials, он очень дешевый, очень доступный, но там только есть гипервизор, то есть виртуализация будет работать и все. Там нету V-Motion, нет высокой доступности, там нету бэкапа, нету безопасности, V-Shield Endpoint Protection и так далее. То есть там ничего нет. Эта лицензия чуть подороже, но и функционала побольше. Есть еще одна вариация. Это так называемый Visway Acceleration Kit. Здесь тоже два есть варианта. Стандарт и Enterprise Plus ограничены, опять же, количеством процессоров. Вы покупаете сразу бандлом. Это фактически тот же самый стандарт и Enterprise Plus, как здесь по функционалу. Только ограничены количеством процессоров. Тоже позиционируются для небольших организаций. Но опять же, я хотел бы заметить, небольшие не означает, что там мало у вас будет виртуала. При современных аппаратных возможностях серверов на три сервера можно очень много виртуалов засунуть. Очень много. Особенно, если вы используете контейнеризацию и ниже с ними все. Потому что контейнеризация, вы, наверное, знаете, она и в Microsoft сейчас поддерживается, и она и в VMware есть. Там можно очень много виртуалов засунуть. Вот. Вот эти вот остаточки. Ну и, собственно, особенности лицензирования Microsoft, они следующие. И Microsoft, начиная с 16-го сервера, сразу обращая внимание, перешла на лицензирование по ядрам. То есть тот подход, который был раньше, он теперь не работает. У нас лицензии по ядрам. У Microsoft есть три варианта Hyper-V, доступных нам с вами. Это Hyper-V бесплатный. И Hyper-V в двух редакциях серверов. В стандарте и в дата-центре. Еще раз хотел бы отметить то, что Hyper-V имеет абсолютно одинаковый функционал вне зависимости от того, какую лицензию вы купили. Абсолютно все одинаково. Либо не купили вовсе, если у вас свободная лицензия. Вот. Здесь цены. Я этот тоже скриншот взял с сайта Microsoft. Прямо особо ничего не придумывал. Здесь цены на стандартную лицензию и цены на дата-центр. Но еще раз обращаю внимание, здесь речь идет уже о лицензировании по ядрам. Кому будет интересно, можно будет зайти на сайт Microsoft и посмотреть детальные таблицы. Есть специальная. В зависимости от того, здесь немножко, ну, чуть-чуть заморочение будет. Потому что понятно, что если у вас, допустим, там процессоры разные на разных серверах, возможно, вам придется, ну, немножко погрузиться в особенности лицензирования. Потому что если на одном сервере у вас там по 6 ядер в процессорах, а на другом сервере по 8, вот, а один сервер 2 процессора, другой 4 процессора, а на другом сервере по 16 ядер, вот, то там придется, конечно, уже думать, считать, сколько каких лицензий покупать. В этом плане чуть-чуть полегче в VMware будет в плане расчета. Здесь показаны два варианта, как я уже сказал. К сожалению, ну, это не относится к кипервизору, сразу говорю. Кипервизор абсолютно одинаковый. Но в дата-центре, теперь в Microsoft есть отличие от стандарта. В 12 сервере они от этого ушли, они были абсолютно одинаковы по функциональным возможностям. Теперь опять дата-центр немножечко вырывается вперед. И у него есть, ну, достаточно интересные вещи. Ну, хотелось бы, опять же, обратить внимание на то, что называется Storage Spaces Direct и Storage Replicate. Это, конечно, очень интересные новые возможности. Ну, и Shielded Virtual Machine – это вот то, что относится к шифрованию. Ну, и теперь цены. Соответственно, цены Microsoft и цены у VMware. Цены у VMware, они, ну, сразу говорю, они, конечно, очень такие... На первый взгляд, кто первый раз их видит, они очень, ну, огорчать начинают. Прямо сходу. Особенно, я напоминаю, с учетом того курса, который теперь имеется. Значит, вы не можете просто так взять и купить продукт. Вы обязаны купить поддержку на год. Поддержка на год стоит, ну, опять же, приличного процента от той лицензии, которую вы приобретаете. Если вы приобретаете, ну, стандарт, допустим, прямо по первой строчке, напомню, вы должны купить столько лицензий, сколько у вас процессоров. Если у вас, к примеру, 10 серверов и по 2 процессора в каждом сервере, вам нужно 20 лицензий. То есть 20 умножаете на эту стоимость, плюс у вас годовая поддержка для каждого. Enterprise Plus цена, конечно, здесь намного больше. 6 тысяч с лишним за процессор. То есть сразу умножаем на 20. Ну и понимаем стоимость лицензии. Ну и так далее. Если посмотреть Essentials, то, конечно, для небольшой организации на 3 сервера. Вот Essentials Plus очень неплохая редакция с хорошим функционалом за вполне вменяемые деньги. С учетом того, что сервер, опять же, у вас может быть очень-очень большой. Чуть подороже то, что Acceleration Kit имеет. Сразу хочу также отметить следующий момент. Вот на эти цены и на эти цены смотреть, конечно, можно. Это официальные цены взятые с сайта, что в Amware, что в Microsoft. Но все вы прекрасно знаете, что при покупке чего бы то ни было надо торговаться. И эти цены могут очень сильно отличаться по факту, что вы будете приобретать. Если вы умеете общаться с теми, кто продает, я думаю, вы всегда сможете вывить себе скидочку. И на самом деле по факту получить совсем другие значения, не те, которые здесь, откровенно говоря, пугают. Потому что, ну, что говорить, если начать считать проект с нуля, что называется, то можно попасть в ситуацию, когда стоимость всего вашего железа будет меньше, чем стоимость софта. Софт будет намного дороже стоить, чем все железо вместе взятое. Что, конечно, удручает и как-то вот грустно становится. Поэтому это базовое, от чего отталкиваемся. А там уже торгуемся по максимуму, спорим. Мы пытаемся с теми, кто нам продает, как-то договориться и выбить себе там цены. Ну, собственно, вы все знаете, как, наверное, это все выглядит. Не мне вам объясняют. Ну и, собственно, теперь вот сложности выбора. Естественно, сразу возникает, тем не менее, вопрос, а что же все-таки выбрать. Ну, я для себя выбрал такие три нейтральных момента, от которых можно однозначно отталкиваться. И которые, я думаю, ну, никого сильно обижать не будут. Не те, кто работает с Microsoft, не те, кто работает с VMware. На текущий момент хотелось бы отметить следующее. Если опустить вопросы, да, каждый, каждый из тех, кто эксплуатирует, что Microsoft, что VMware, может привести кучу примеров, когда в январе глючит, другой лагерь приводит примеры, когда Microsoft глючит, у тех там сетевые интерфейсы залипает, у этих сетевые интерфейсы залипает, у тех там что-то в синьку падает, у тех там в так называемый purple экран смерти и так далее. Это все есть. Если взять то, что оно как есть сейчас, функционал продуктов, он примерно одинаковый сейчас. Ни та, ни другая компания не обладает какими-то феноменальными фичами, которые настолько их вот двигают вперед, что там конкурент, он вообще далеко. Хотя, конечно, сразу отмечу, в силу того, что в январе на рынке очень долго, в enterprise сегменте, конечно, ну, все-таки очень много продуктов в январе. Ну, потому что они на рынке долго, продукты у них стабильные, хорошие. Microsoft, ну, как бы ни обижался Microsoft, они все-таки, ну, в роли догоняющих. Они могут, конечно, сказать, что они уже давно догнали и перегнали, но это их мнение. Опять же, я могу сразу заметить, что и Microsoft, и в январе будут предлагать вам примеры того, как крупные компании переходят и отказываются от в январе и переходят на Microsoft. Так и наоборот, будут предлагать примеры, где работал Microsoft, и вот они переходят на в январе, и как они теперь счастливы. Это стандартный маркетинг. На сайте у вендоров огромное количество примеров таких компаний, где улыбающиеся менеджеры, там, IT-директора начинают говорить о том, как им теперь хорошо и счастливо жить. Таких, что в том лагере, что в том лагере очень много. Я тоже это не беру за основу, потому что, ну, это... Каждая команда, вот, опять же, по своей практике знает, да и вы, наверное, сами по своей практике знаете, что каждый новый IT-директор, приходя в компанию, все равно начинает, что называется, по-своему смотреть на многие вещи и притаскивает и свои технологии, притаскивает свою команду и пытается все равно продвигать то, с чем он привык работать, со своими поставщиками, со своими, там, подходами и так далее. Стоимость решений в январе однозначно сейчас выше, чем Microsoft. Ну, тут спорить сложно очень. Я могу лишь, опять же, свою ремарку добавить. Вот если бы в январе стоило, как Microsoft решение, вот при одинаковых, как бы, функционалах и так далее, вот если бы она стоила точно, как Microsoft, вот тогда было бы очень интересно. Но, к сожалению, в январе она подороже, чем Microsoft выходит, и тут ничего пока не поделать. Единственная надежда, что торговаться придется, сказать, вот Microsoft предлагает нам такие решения, вы нам скидываете, пожалуйста. Гипервизоры сами по себе сейчас имеют небольшие накладные расходы. То есть, если мы сейчас с вами переходим на виртуализацию, и тот и тот гипервизор сами по себе, они достаточно мало потребляют ресурсов, и их, ну, скажем так, нагрузка в целом на систему, она незначительна. И вот теперь разные ситуации. Которые, ну, на которые можно обратить внимание, на которых можно дискутировать, там, беседовать. Первая ситуация, у вас виртуализации в компании вообще нет. Ну, либо она в зачаточном состоянии, либо в режиме какого-то тестирования, там, опробирования и так далее. То есть, вам нужно определиться, выбрать Microsoft или выбрать в Imbar. Ну, я не рассматриваю другие, потому что у меня, ну, такой задачи не стояло. Вот. И здесь, конечно, ну, очень сложный выбор. Ну, я бы на что опирался в этом вопросе, на что бы я обращал внимание? Ну, первое-наперво, да, конечно, это на то, какая основная операционная система в компании на этот момент работает. Если это операционная система Microsoft, а это значит автоматически, что пользователи привыкли работать с продуктами Microsoft. Я не говорю, что Microsoft лучше. Нет, тут вопрос не в этом. Когда выбираем решение, это решение должно быть удобным, оно должно быть для вас привычным. Оно не должно приводить к тому, что компания все будет лихорадить, и вам придется там переучивать абсолютно всех. Хотя, опять же, если у вас будет жесткое решение руководства, что мы переходим там на VMware, то, ну, что тут поделать. Так вот, если у вас сплошь и рядом везде только один Microsoft, и виртуальные машины у вас в будущем, если будут, то только Microsoft. Естественно, это говорит о том, что IT-персонал у вас, ну, может быть плохо, может быть хорошо, но худо-бедно с Microsoft больше знаком, чем с Linux. Вот. В этом случае, наверное, дабы не оплодить какую-то там смешанную среду, я бы все-таки смотрел в сторону Microsoft. Потому что Microsoft свои собственные наши продукты уж точно будут поддерживать лучше в виртуальной среде. Если у вас больше в компании Linux-платформы, хотя, конечно, надо отметить, что Microsoft все больше и больше поддержку осуществляет для Linux виртуальных машин, тем не менее, я бы, наверное, все-таки смотрел в сторону VMware. Хотя это уже, ну, вот эта вот разница, она все-таки нивелируется. Тут, наверное, надо смотреть на то, в чем у вас больше опыта в Linux-системах, там, в Unix-системах, с чем вы лучше разбираетесь, в вопросах лицензирования, в вопросах ценообразования, то есть стоимость, там, итоговая стоимость обслуживания системы. Потому что, ну, я, конечно, ну, можно, там, предложил бы вариант, да, рассмотреть, что называется, самообразование сотрудников, но понятно, что если у вас виртуализации нет, у вас нет людей, которые в ней разбираются. Если вы что-то внедряете, то на коротком отрезке времени у вас появляется продукт, которым нужно управлять. Может быть, в компании есть люди, которые могут за короткий отрезок времени сами обучиться, и при этом хорошо уметь этим управлять, но, скорее всего, придется персонал обучать. Ситуация вторая. Если в компании уже есть виртуализация, это виртуализация Microsoft, и вы задумываетесь на тему того, а не поменять ли мне ее на VMware, меня как-то вот Microsoft, ну, что-то вот не устраивает. Естественно, нужно задаться вопросом, а что вас конкретно не устраивает, и что есть такое в VMware, что действительно, ну, или ради чего стоит переходить. Еще раз, не потому, что в VMware лучше, или Microsoft хуже, суть не в этом. Когда вы в компании переходите с одной платформы на другую платформу, поверьте мне, к сожалению, никогда не бывает это все гладкое, чисто и хорошо. Все равно компания будет лихорадить. Вот. Стоит ли оно этого? Готовы ли вы, опять же, ну, внедряя и имея Microsoft, вы уже наверняка потратились на это, даже вот исходя из чисто финансовых вещей, да? Готовы ли вы дополнительно еще тратить деньги для того, чтобы переходить в инфраструктуру в VMware? Что вас не устраивает в Microsoft? Тоже подумайте. Обратная ситуация. У вас в VMware сейчас работает, тоже вот многие, обучаясь на курсах, у них есть исторически уже в VMware, я еще раз повторяю, в VMware очень долго на рынке, вот. но они понимают, что каждый день там, или каждый год, прошу прощения, платить поддержку достаточно большую, ну, дорого стоит использование в VMware, они все больше и больше задумываются о том, они перейти ли на более дешевый вариант виртуализации Microsoft. И вроде как и Microsoft подтянулся, и у них вроде как возможности есть хорошие. Вот. Я бы тоже однозначно сразу не кидался в переход на Microsoft, потому что, еще раз, у вас инфраструктура в VMware реализована. Она у кого-то лучше, у кого-то хуже, но она работает. Она отвечает потребностям бизнеса, бизнес работает. Вот. Если, конечно, у вас виртуализация в VMware, не знаю, 4-го версии, и у вас ни денег, ни апгрейда, ничего нет, и сервера там G5 какие-нибудь стоят, дремучие, дремучие, и вы подошли к периоду, когда надо и железо апгрейдить, и неплохо бы и платформу апгрейдить, потому что она уже просто, ну, сильно устарела, ну, тогда, может быть, и имеет смысл рассмотреть, потому что, конечно, опять вход в виртуализацию будет достаточно дорогостоящим. Но это не потому, что, опять же, в VMware хуже, а Microsoft лучше. Тут все надо, как бы, считать, примерять, потому что, ну, сейчас непростая ситуация, денег не так много. Следующая ситуация, это когда у вас смешанная среда, то есть, есть в VMware, ну, и появился Microsoft. Решили от старого не отказываться от того, что хорошо работает, ну, компания растет, компания развивается, появляются новые сервисы, вот, и новый сервисы решили реализовывать уже на платформе Microsoft. Ну, благо, опять же, Microsoft гипервизор бесплатный, функционал его такой же, как и у коммерческого, почему бы и не сделать. И появляются, и растут параллельно две инфраструктуры. Сразу хочу сказать, конечно, ну, я бы старался от этой ситуации уходить, потому что поддержка вот такой смешанной среды, она всегда очень сложная. Потому что и вопросы обслуживания, администрирования, резервного копирования, сопровождения, обновления, мониторинга, ну, всего подряд они, ну, существенно усложняются. Интеграция, взаимодействие, всех этих двух выстраиваемых параллельно систем. Конечно, никого она не радует. Но, если вы с этим справляетесь, и вас все устраивает, то, в принципе, это абсолютно нормальная вещь. Тем более, опять же, если исходить из того, что вы не можете, к примеру, в январе дальше апгрейдить, и у вас нет таких возможностей. Некоторые могут рассматривать эту инфраструктуру, вот такую двойную, тоже делают, это специально, опять же, благо, что отчасти для Microsoft это ничего не стоит. Они ее рассматривают как некую сравнительную тестовую площадку и смотрят. А вот под наши задачи, под наши условия, что больше подходит? В январе или Microsoft? Или разницы уже нет? Или все-таки нет, Microsoft похуже, в январе вот как-то постабильнее, лучше, и я все-таки, наверное, от Microsoft буду уходить? Некоторые рассматривают такой вариант именно вот как сравнительную некую. При этом это все в продакшене, крутится, работает, никаких проблем с этим нет. Вот. Ну, и мое мнение, все-таки поддерживать две, ну, а тем более, три, четыре или пять систем виртуализации, ну, я бы старался от этого уходить. Иногда вы получаете это в наследство. Ну, как это традиционно бывает, пришли на работу, приняли там, там, что называется, инфраструктуру в свои сильные руки, вот, а вам в наследство досталось от предыдущих команд администраторов вот такой зоопарк. Ну, тут ничего не поделать, придется этим управлять. Что касается других виртуализаций, их очень много, ну, я тут не стал все перечислять, виртуализаций действительно очень много, тут и Huawei, и Red Hat, и кого только нету. Если у вас есть виртуализация других поставщиков, других производителей, опять же, наверняка, ну, либо были какие-то причины их использования, что-то подтолкнуло же, финансовые какие-то составляющие, функционалы этих систем, вот, то тут, опять же, нужно думать, переход на любую виртуализацию, что Microsoft, что VMware, во-первых, это будут финансовые, вливания, и не малые, а получите ли вы по итогу то, на что рассчитывали, или нет, это нужно продумывать и считать. Далее, это обучение персонала и сопровождение, что Microsoft, что в январе нужно поддерживать, и что Microsoft, и что в январе каждый год требуют вливания, в любом случае, финансовых. Ну, и последний сценарий, когда, ну, действительно полный зоопарк, ну, я даже эту ситуацию, в страшном сине не хотелось бы ее видеть, ну, такая тоже возможность ситуация. Вот, какой, опять же, вывод, какой итог? Я специально построил все таким образом, да, чтобы не давать однозначного вывода, да, вот смотрите на Microsoft, или да, вот берите в январе Microsoft, они там, дети, песочницы, ковыряются, никак все на Enterprise сегмент не выйдут. Это далеко не так. Я бы все-таки исходила ситуация, ну, такого, здравого консерватизма. Если у вас уже что-то есть, и это прекрасно работает, не важно, это Microsoft, не важно, это в январе, вас все устраивает, я бы не стал, ну, каких-то активных действий предпринимать по переходу на новую платформу. Ну, ради чего и для чего. Вот если вас что-то побуждает переходу, как я уже говорил, устаревшее железо, которое там сопровождать очень тяжело, вот-вот откажет, запасных частей нету и так далее. Вот. Надо покупать новые сервера, надо на новые версии переходить, либо в январе там снимать с поддержки эти продукты, снимать с поддержки саппорта железа какой-то. Или у вас есть система хранения данных, которые настолько устарели тоже, что их снимают с поддержки, запасных частей. То есть, когда вам нужно и вас что-то подталкивает, тогда, конечно, надо думать о выборе решения. Либо дальнейшее использование вендора, который вас там устраивает, или Microsoft, или в январе. Или уже переход на другого производителя. Ну, опять же, вот учтите то, что я написал выше, что гипервизоры, они сейчас все написаны нормально, ну, собственно, другого и не было бы, если бы гипервизор тот же самый Microsoft был, но откровенно плохим, плохим, откровенно плохим. Ну, давайте я другой пример приведу, да, который, наверное, всем хорошо известен, он очевиден, он у всех перед глазами, да. Как бы, вот, простой пример, как бы Microsoft не старалась, не рекламировала, не пиарила, там, не вкладывала огромные деньги в рекламу, но если у них мобильный сегмент, телефоны, то бишь, да, они не идут, и они не пользуются спросом, то они не пользуются спросом. Тут ничего не сделать. Если там Apple или Android, они впереди, объективно, но они впереди, и сегмент Microsoft очень небольшой. Так вот, если бы у Microsoft гипервизор был откровенно никакой, то они бы не конкурировали на равных с VMware. Конечно, сейчас, ну, очень сложно найти достоверные, подчеркиваю, достоверные цифры, оценок, какой примерно процент рынка у VMware, и какой процент рынка у Microsoft. Я думаю, любое исследование, как это традиционно бывает, будет завышать свои какие-то вот цифры, и принижать у конкурента. Вот. Ну, я не думаю, что сейчас паритет, ну, не знаю, паритет есть или нет, сложно сказать, потому что еще раз. Но точно могу сказать, что это не то, как было лет пять назад. Microsoft очень-очень сильно продвигается вперед. Но VMware не стоит на месте. Собственно, Microsoft подтолкнула VMware к изменению лицензионной политики, VMware стала более гибкой в этом плане, подешевле многие вещи стали, некоторые вещи стали бесплатные, но тот же самый бэкап у VMware стал более доступным. То есть, ну, подвижки есть. То есть, естественно, VMware мониторит рынок, отслеживает все это дело. Но пока, тем не менее, все равно VMware подороже выходит в целом решение. Вот. Ну, и то, что у них схожий функционал, я уже об этом говорил. Ну, сейчас различий практически нет. Поэтому, что вы будете выбирать, ну, с чем вам удобнее работать, что для вас привычнее, интерфейс Microsoft'а или там VMware, или, как вот иногда некоторые говорят, надо выбирать то, или тот продукт, или то решение, по которому у вас есть хороший знакомый, который вам всегда поможет, посоветует и так далее. Ну, это, конечно, совет такой, ну, с юмором немножко. Тут, конечно, надо выбирать на основе стоимости решения. Ну, реалии таковы, что все-таки дороговато это. Вот. С учетом, естественно, систем хранения, потому что системы хранения, они тоже достаточно... Я тут не стал в семинарчике погружаться в технические детали. Хочу отметить, что и Microsoft сейчас, и в январе предлагают решение по, так называемым, распределенным системам хранения. То есть, они предлагают решение по виртуализации, законченные, без необходимости покупки внешней дорогостоящей системы хранения. Для маленьких средних компаний, в принципе, неплохое решение. У Microsoft это Storage Space is Direct и реплика. У в январе это называется V-Send. Ну, и, соответственно, тоже там технологии репликации, защиты и так далее. Вот. Ну, опять же, здесь вот тоже, о чем я во втором пункте писал. У Microsoft это все бесплатно в Enterprise лицензии есть. Ну, в дата-центре, да. А у в январе, к сожалению, это за отдельные деньги, лицензирование.